Рад приветствовать вас в лизионной студии Дугаскопи в Женеве. Сегодня мы поговорим на тему системы налогообложения наследства с Денисом Бардо, партнером в Беккер и Маккензи в Женеве. Итак, сейчас назревает общественная инициатива по вопросу изменения систем налогообложения наследства. Не могли бы вы очертить основные моменты этой инициативы? В июне состоится голосование касательно внедрения федерального налога на наследство и подарки. Вкратце, если эта инициатива будет принята в Швейцарии, появится налог на подарки и наследство. Это включает любую недвижимость, которую вы получаете в наследство. Процент налога единый, 20%, пока налог на подарки и наследство существует только на уровне кантонов. Кантоны приняли систему, согласно которой наследники, являющиеся близкими родственниками, освобождаются от налога или платят очень маленький процент. Процент увеличивается согласно родственной отдаленности. Например, большинство кантонов не взимают налог на передачу имущества от родителей детям и между супругами. С другой стороны, передача имущества между сторонами, не находившимися в родственных отношениях, должен увеличиваться налог до 50%. Поэтому в таких случаях 20% – это сокращение налога. Но большая часть передачи имущества осуществляется между близкими членами семьи. Сторонники налога таким образом предсказывают, что государство получит 3 миллиарда прибыли. Две трети этой суммы будут потрачены на финансирование государственного пенсионного фонда. Одна треть уйдет в бюджет кантона. На кого повлияет внедрение этого налога? На всех, кто захочет сделать подарок. Это касается всех, кто проживает в Швейцарии на момент дарения, или кто умирает в Швейцарии, от кого потом получают наследство. В этом законе существуют незначительные исключения. Самое главное из них – супруги. Они не облагаются налогом. Если оценка имущества, которое переходит от умершего, не превышает 2 миллионов франков. Это исключение призвано оградить средний класс. Также есть исключения в получении в подарок или наследство сельскохозяйственного бизнеса. Возможно, исключения, но пока еще точного определения этому нет для передачи крупного бизнеса. Если законопроект будет одобрен, закон вступит в силу 1 января 2017 года. Сельскохозяйственного бизнеса в Швейцарии в Швейцарии на время их смерти. Есть очень маленькие экземпции. Многие экземпции – номер один, что трансферы между мужиками не будут платить. Есть бесплатная сумма, в целом 2 миллионов франков, которые не будут платить, когда они будут платить от умершего или донора к другому человеку. Это, главное, это для тех, кто-то больше не будет платить. Это подначение на правонах. Есть экземпции для належки на трансферные бизнеса. Это, возможно, не идея, но не будет предположение, если это будет предположение о транферах за умершего бизнеса. Будут ли включены какие-либо ретроспективные аспекты? Да, включен был один ретроспективный элемент, он касается дарения или наследования 2 миллионов. Все подарки, начиная с 1 января 2012 года, будут попадать по 2 миллиона. Если передача произошла в период между 2012 и 2017 годами, этот закон уже сможет применяться. Именно поэтому многие швейцарские семьи начали процесс дарения до конца 2011 года. Они предвидели такой ретроспективный аспект в законе. В плане законности этого ретроспективного аспекта соответствует ли он Конституции Швейцарии, законность будет обеспечиваться всеобщим голосованием. Ретроспективного аспекта соответствует ли он Конституции Швейцарии. Это причина, по-другому, в том, что в Сутизалон, многие семьи начали создать дарения до конца 2011 года, в том, чтобы антицепить этот ретроспективный эффект. В этом вопросе, если это легально или нет, то, чтобы это легально, то, что это легально. Если это легально, то, что это легально, то, что это легально, если будет принят этот закон, как это повлияет на семьи, бизнесы, малый бизнес и на плательщиков аккордного налога. Я думаю, что основным беспокойством стало дарение или наследование семейных бизнесов. Согласно текущему законодательству, имущество может передаваться от родителей и детям без взыскания налога или взыскания очень маленького процента. Эти передачи станут облагаемы налогом. Конечно, существуют варианты сокращения процента, уменьшения оценки, но пока это еще не было решено. Точно не будет облагаться налогом сельскохозяйственный бизнес. Но при этом существуют условия, что наследник должен продолжать вести унаследованный бизнес минимум еще 10 лет. Если наследник на эти условия соглашается, налог либо будет сокращен, либо аннулирован. Но если через 10 лет человек решит продать бизнес, ему придется уплатить налог. Пока в законопроекте нет четко сформулированных правил. В границах кантона ООН, например, плательщики аккордного налога получают скидки на подарки и наследство. Если закон пройдет, они будут платить и норму налога. Между супругами ничего не изменится. Во многих кантонах и так нет налога между супругами. Новое законодательство не изменит этот аспект. Ввиду закона о двух миллионах, супругам лучше поровну поделить свое состояние, если они могут, чтобы два миллиона были таким образом удвоены. Обязательно, если новое правило, то нормальная цена будет применяться, тоже. Без супругами, нет никаких изменений, потому что, опять же, в больших кантонах, сегодня нет налога между супругами. Поэтому новое законодательство не изменит этот аспект. Принятие общего закона отменит местное законодательство кантонов. Этот вопрос находится на стане обсуждения. Заменит ли пока еще не существующая федеральная система местное законодательство? Превалирует мнение, что заменит. Существует, тем не менее, тень сомнения. Формулировки в законопроекте не предполагают, по крайней мере, это четко не прописано, замену законодательства кантонов. Но расхожее мнение, что так это и произойдет. Скорее всего, когда новый закон вступит в силу, кантонам придется отказаться от своей системы. Но эта тема еще обсуждается, поскольку в ней затрагивается суверенитет кантонов. Кантоны могут потерять важное преимущество автономности. Денис, спасибо, что были сегодня с нами. Дорогие зрители, спасибо, что остаетесь в Дукаскопе ТВ. До скорых встреч!